Меня зовут Светлана и я живу в Мерсине. Перед переездом в город мы довольно долго изучали информацию и столкнулись с тем, что постоянно путались в районах. Со временем стало понятно, что местные жители, как и мои соотечественники, называют Мерсином часть прибрежных городов. Точно так же, как мы называем Большим Сочи, Лоу, Адлер и Лазаревская. Тут также Тамюк, Конгепинари и даже Арпач-Бахшиш и Ардемли называют Мерсином. Но конкретно сам город Мерсин довольно большой, но делят его всего на четыре района. Торослар, Агденис, Йонишихир и Мезетви. Уже эти районы делятся на микрорайоны, такие как Чифликё, Позджа, Соли, Давул, Тепе, Тедже и другие. Хочу сразу отметить, что транспортное сообщение в городе очень удобное. Много городских автобусов и Далмуш, так называемый аналог нашей маршрутки. Вы можете совершенно спокойно уехать в любой из районов города и приближенных городков тоже. Для муниципальных автобусов есть приложение, очень удобно посмотреть маршруты. Тем не менее, мерсинцы ждут окончания строительства метрополитена. Его начали строить в январе 2022 года и ожидают открытие метро в 26-м году. Это будет одним из немногих метрополитенов Турции, который находится под землей после Стамбула, Анкары и Измира. И впервые применят технологию «Умный город». Пока запланировано 15 станций. В Мерсине есть большое количество сетэ, так у нас называют жилые комплексы, в которых есть бассейны. Также в городе есть неплохие оборудованные городские пляжи. И если вы думаете, как я думала в свое время, что в бассейнах можно прескаться целый год, мне придется вас разочаровать. Большую часть бассейнов сливают в начале сентября. В этом году это было 15 число. И это связано не с тем, что похолодало или начались дожди. В сентябре температура воздуха в Мерсине не опускалось ниже 30 градусов. Это связано с тем, что у детей закончились каникулы, поэтому бассейны сливают. В некоторых сетэ вода в бассейне была чуть подольше, но ее тоже слили. На пляжах убирают лежаки, кое-где души и кабинки для переодевания тоже убирают. Пляжи остаются без оборудования, но купающихся не становится меньше. Кстати, дольше всех продержались пляжи с Олей в этом году. Их разобрали только в ноябре. В Мерсине я чувствую себя безопасно, и это с первого дня пребывания тут. Знакомство с городом началось в районе Агдениза. Некоторые жители Мерсина считают этот район небезопасным. Я этого не заметила, даже возвращаясь в 11-12 вечера. На мой взгляд, самое опасное место в Мерсине – это велосипедная дорожка вдоль набережной летом с 6 часов до 10 вечера. Причем она опасна именно для велосипедистов. Если честно, я очень долго привыкала к тому, что можно спокойно ставить свои вещи, и их никто никогда не тронет. Первое, нас удивило, что обувь, куртки и прочее не хранят в квартирах. Чаще всего или ставят полочки для обуви, или просто оставляют перед дверью в квартире. Но оставлять велосипед, вещи на пляже, ноутбук в кафе я не сразу смогла. Ну и самое непривычное – это когда к тебе подходили полицейские просто узнать, как у тебя дела. Как нам город, рассказывать, как ловить рыбу и пожелать хорошего отдыха. Вообще, местное население очень социальное. Высоко ценят общение везде и со всеми. Часами могут сидеть в кафе или ресторане, просто общаясь. Если не общаются с кем-то на улицу вживую, то разговаривают по телефону. Есть организованные места досуга, я их называю казино. Это такие заведения, куда местное население, в основном взрослое, ходит поиграть. Эти заведения вообще никогда не пустуют. Мне кажется, местные жители очень азартные. Играет популярную тут игру «Окей». Также популярны нарды и шахматы. Большие любители всех возможных лотерей. Если вы не встретили мерсинца в ресторане, то он 100% на набережной. Очень любят здесь проводить время в хорошую погоду, всей семьей, влюбленными парочками или большой компанией друзей. Со стульчиками, со своими самоварами, могут часами сидеть. Мы тоже уже себе купили стульчики. И, кстати, это самый популярный товар во всех магазинах Мерсина. Еще один факт, который меня удивил. В августе город резко опустел. Мы сначала вообще не поняли, что случилось. Оказывается, август – это время отпусков. И все местные трудяги уезжают в горы. Это мы с вами отдыхаем на море. Местные жители предпочитают горы. Конечно, мы отправились посмотреть, как отдыхать в горах летом. И я вам скажу, это здорово. Мы поехали в Лимонлу, в зону для пикника. На горной реке стоят столы прямо в воде. И народ и отдыхает, и купается все сразу. И тут действительно легче, чем в городе. Я тоже попробовала искупаться. Ну, так себе скажу вам удовольствие. Если бы не жара, как на сковородке, я бы никогда не залезла в эти минус 300 градусов. Очень холодная вода. Для того, чтобы снять эти три секунды, я почти час заходила в воду. А местному населению нормально купаются, ныряют, что дети, что взрослые. Мерсин – это город, в котором проживают жители разного происхождения. И есть многочисленная группа таких жителей – это мерсинские животные. Это в основном коты и почему-то всегда большого размера собаки. Хотя встречаются и другие животные и птица, ну и, конечно, морские обитатели. Мерсинцы любят этих своих соседей. Для них созданы все условия для жизни. Организуются кормушки, домики для животных. За животными следит ветеринарная служба. Животных чипируют, прививают. Проводятся целые фестивали, например, фестиваль собак. Каких только собак не заводят. От микроскопических до больших представителей различных пород. На фестивале было все – от кормов до одежды для животных. И, конечно, большой концерт для хозяев этих самых животных. Мы тоже приехали со своим любимцем в Турцию. Он, правда, небольшой любитель фестивалей, потому что его главная задача – осторожить жилища. А самое важное – не испугаться врага. Что же касается морских обитателей, здесь рай для черепах карета-карета. Их здесь очень много. Причем, довольно больших размеров. И их можно тут увидеть в любое время суток. Местные рыбаки научили меня их кормить. Почему-то я всегда думала, что черепахи едят водоросли, но местные черепахи облажают помидоры. Удивительно! Если проехаться по набережной, то в части, где начинается район Незетли, можно увидеть места кладки яид и черепах. Их охраняют. Сами жители города очень бережно относятся к таким местам. И я надеюсь, что вижу, когда черепашатые выползают из своей скорлупы и совершают свой первый поход в море. А сейчас о самом вкусном и немного цифр. Ведь микроклимат региона Мерсин, по мнению продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, входит в десятку лучших в мире. Город окружен цитрусовыми садами. По официальным данным, в Мерсине выращивают 30% от всего цитрусового рынка, который в среднем в год составляет 2,6 миллиона тонн цитрусов. При этом на экспорт из Мерсина отправляют 40% всех выращенных в Турции цитрусов. Отдельно нужно отметить, что Мерсин экспортирует 18% всех лимонов мира. Именно поэтому в Мерсине проводится фестиваль цитрусовых. В этом году он совпал с моим личным праздником, днем рождения. И это было феерично. Каждый год на фестиваль цитрусовых в Мерсине приезжают музыкальные коллективы из 30 стран. В этом году звездой праздника был Агузан Коч. Мне также понравился вот этот мальчик. Надеюсь, его ждет великое будущее. Не менее 100 тонн цитрусовых используются при создании различных фигур и костюмов для украшения праздника. В этом году проводились гастрономические шоу. Одно из таких шоу устроил посол Венесуэлы Рейес. Но пока жители и гости города отдыхают на фестивале, за кулисами кипит самое важное действие. Это деловая часть мероприятия. Сотни договоров и сделок заключаются на этом мероприятии. Приезжают целые делегации из других стран. Каждый кусочек Мерсинской области показывает свои лучшие сорта, демонстрирует статистику. Район Агденис, например, с 2017 года поднялся со 123 места на 103. В общем, кипит деловая жизнь на этом празднике. Ну и для жителей города это праздник с большой буквы. Мы же с большим удовольствием погуляли по набережной, посмотрели фестиваль. У меня остался только один вопрос. Куда одели все эти фрукты? Выяснить пока мне это не удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова